Сегодня известный казахский поэт, писатель и общественно-политический деятель Олжас Сулейменов празднует свое 85-летие. В областной универсальной научной библиотеке в Несаби Томуканова провели вечер, посвященный его творческой жизни. Репортаж Анастасия Астертак. Поэт и прозаик Олжас Сулейменов, известен нам и как общественный деятель. В 1989 году именно он стал инициатором и лидером народного движения Невада-Семипалатинск, целью которого было закрытие ядерного полигона. И у него получилось не только привлечь внимание к проблеме, но и решить ее. Указом президента Казахстана от 29 августа 1991 года был окончательно закрыт полигон. А еще был подписан большинством стран договор о нераспространении ядерного оружия. И при этом он продолжал писать, ведь творчество было не только его отдушиной, но и возможностью обратиться к современникам, быть услышанным. Даже Нурсултан Назарбаев отметил общественную и государственную деятельность Олжаса Сулейменова. Как вы знаете, он стал известен не только своим мудростью, но и выдающимся вкладом в нашу литературу. Его произведения «Аргамак, Атамикен, Нурладендер, Ас-Ия, Адамгата, Банджер, Енде, Кашкатап» известны многим. В своих произведениях Олжас Сулейменов раскрывает вклад и роль тюркских народов, показывает развитие мировой культуры и истории. Он также создает образ казахского народа, воспевает степные просторы родины. Его проза и стихи по душе и молодежи. Я выбрала для чтения на этой встрече стихотворение Олжаса Сулейменова «Таныштык». В нем говорится о том, что если тебя оскорбляют, то ты не должен отвечать тем же. Надо быть выше этого и оставаться хорошим человеком. Эти стихи меня зацепили. А еще организаторы этой встречи в читальном зале библиотеки подготовили выставку книг Олжаса Сулейменова. Экспозиция будет доступна североказахстанцам в течение года. Анастасия Стертак, Михаил Казначеев, Новости МТРК.